Народ, всем привет! Ну что, отправляемся с вами сегодня в автосалон Mercedes-Benz Ford Myers. Значит, что я сегодня делаю и, соответственно, ну, естественно, мы посмотрим, как всегда, с вами цены на Mercedes-Benz, новые, посмотрим, что есть в наличии. Но сейчас я еду на автомобиле Mercedes-Benz GLE, который для Eli купили. И пока что еще, ну, буквально на этой неделе должны получить документы для отправки, но дело в том, что у него не нашел дилер второй ключ и не передал нам. И в итоге приходится сейчас заказывать второй ключ, да, такое бывает. Ну, в общем, решили сразу, чтобы потом никто голову не грел, мало ли что-то, как-то, да, заказать второй ключ, здесь же его прописать. И, в общем, сейчас я отправился у нас в Naples, к сожалению, в наличии ключей нету, надо их ждать там, мне сказали, недели три. А Ford Mars подтвердил, что у них есть в наличии ключи, надеюсь, что сейчас все получится, не знаю, расскажу, что как стоит. Но проблема в том, что ключ надо прописать в машину интегрировать, соответственно, мы не можем пока, ну, у нас в любом случае еще пока ждем бумаги, то есть пока никуда не опаздываем, ничего не происходит. Это как раз-таки к тому, я говорю, что закладывайте всегда, когда дилер говорит или покупатель, вернее, продавец вам говорит, что тайтл в наличии и машина к отправке готова. Да, пожалуйста, только покупайте. На самом деле, каждый раз мне задают вопрос, что машина уже с пробегом, что тайтл в наличии и так далее, а почему же задержка? Это абсолютная норма, и поэтому всегда, когда вы покупаете машину, неважно, новую или машину уже с пробегом для экспорта, ждете тайтл обязательно. Минимум это будет недели две, если тайтл даже в наличии реально у дилера максимум это может занять обычно 30 дней, бывает до 40 дней. Но машина эта конкретно куплена во Флориде, а во Флориде и еще в нескольких штатах есть такое понятие цифровой тайтл. То есть, в принципе, если в течение 25-30 дней вам тайтл не пришел, то вы, как новый собственник, можете пойти в DMV и взять себе распечатать просто тайтл. То есть, как только в DMV информация уже появилась, она может появиться в течение 20 дней, 21 дня, но не раньше обычно, то вы можете пойти и, соответственно, взять себе уже тайтл. Тайтл, кто вдруг не в курсе, это ПТС. Без этой ПТС машина отправляться за пределы штатов не может, поскольку ПТС на руках у отправителя является подтверждением того, что машина не находится в залоге, не находится в розыске и так далее. То есть, все это, соответственно, здесь очень просто. Ну что, поэтому отправляемся с вами. Я не устаю удивляться. Вы знаете, прям такое чувство, я думаю, у многих такое чувство бывает, когда слишком все хорошо, да, и так начинаешь напрягаться. Вот я не устаю удивляться состоянии этого автомобиля. Вот кто вживую, ребята, вот видел, да, у меня там, ну, подписчики приезжали тоже там в гости. И я просто там показываю иногда какие-то машины, что-то еще. И я скажу так, что и там вот мой друг еще тут, который живет, мы вместе с ним ездили забирать машину. Короче, это капец. Состояние, конечно, такое ощущение, что машина не ездила вообще, хотя 30 тысяч пробега. То есть, это удивительно, удивительно. Просто браво собственнику, потому что прям приятно находиться в машине. И вот я на самом деле, вы знаете, я вот сейчас еду, и это вот я ехал с Орландо сюда, в принципе, потом машина стояла у меня уже в гараже, в крытом паркинге. И вот сейчас я еду второй раз, и значит, было, что загорелся мейнтенс, это обслуживание, мы его обслужили полностью, Mercedes-Benz я показывал. То есть, все провели, все работы, что-то в районе 500 долларов там, по-моему, обошлось. Все там жидкости и так далее, естественно, масло, фильтры, вообще все-все-все попеременяли, все сделали, подготовили. И сделали калибровку камеры, потому что периодически загоралась надпись, что когда ты едешь, что камера там деактивирована. Ну, соответственно, машина гарантийная, подчеркиваю. То есть, я об этом сказал собственнику, что если вдруг что-то, то, соответственно, мы здесь можем все это дело подправить, и все это все дело будет бесплатным, будет за счет Mercedes-Benz компании. Соответственно, они откалибровали, вот я сейчас ехал, когда из автосалона до этого там прокатился, да, и сейчас вот еду опять в Астансформарь, то есть никаких надписей, ничего больше не загорается. Еще такое может случаться, если вам в камеру попадает солнечный свет, и она может быть деактивирована, то есть это происходит на ходу. Поэтому ничего страшного, а мы с вами отправляемся в автосалон Mercedes-Benz, и там мы с вами посмотрим, естественно, ценники, все как всегда. Цены, машины, кругом автолюбители, кружки по интересам. А, еще, ребят, такой момент. Ну, во-первых, да, не забудьте подписаться на мой инстаграм, телеграм-канал. Ну, я оставляю там вот внизу в комментариях, в комментариях закрепленных. И еще, ребята, пожалуйста, два момента, которые хотел сказать. Первый момент, я, ну, давайте так, я попрошу этого не делать, но понятно, что этот ролик там смотрят не все, потому что другие ролики. Не надо мне писать комментарий не по теме, про то, про сё, про пятое, десятое. То есть, пожалуйста, у меня канал про автомобили, и я здесь делюсь автомобилями. Ну, то есть, для автолюбителей. И у меня там девяносто восемь процентов аудитории очень грамотные, вменяемые, интересные люди, которым интересно все, что связано с автомобилями. Комментарии не по теме я попрошу не делать, особенно с какими-то прострационными там своими узкими умозаключениями. Я буду их просто либо удалять в комментариях, а потом буду просто банить, чтобы не мешали нам заниматься тем, чем мы занимаемся, а мы наслаждаемся с вами. Мы можем спорить на тему автомобилей, мы можем спорить и даже быть не согласны на тему дизайна. Естественно, здесь все это допускается, иногда даже жестко спорят, но все остальное, ребята, я как бы буду убирать. Вот. И еще один момент, который хотелось бы сказать, это по поводу того, что у меня появился канал про недвижимость. Если помните, у меня как раз таки были моменты про недвижимость. Я рассказывал, показывал здесь на канале и некоторый на это удивлялся, что, блин, ролик про недвижимость, какого он здесь делает, потому что, потому что про недвижимость, типа, что это про авто закончилось. Ну, в общем, чтобы не мешать аудитории, кому интересно, у меня открыт канал Pro Home. Вы его вряд ли найдете в поисковике, потому что он еще не конвертится так прям активно. И, соответственно, он просто на просторах Ютуба появился. Но удивляет меня другое. Я сказал, что у меня вот внизу под каналом есть описание, там хэштеги и так далее. Там можно нажать продолжение внизу, как бы там будет описание под каждым роликом без исключения. И там есть ссылка на этот канал про недвижимость. Ребята, ее очень несложно найти. При этом практически каждый, ну, если не второй, то точно каждый третий спрашивает, как найти ссылку на канал. То есть, во-первых, в описании канала, то есть о канале, по-моему, называется эта рубрика. А во-вторых, под каждым роликом просто где вот идет описание, название ролика, а потом идет хэштеги там всякие и так далее. Потом идет, нажимаете дальше, там разворачивается картинка. И там можно выйти на... Там есть ссылка, опять-таки, на инстаграм, на телеграм и, естественно, на канал про недвижимость. Потому что кому будет интересно, я ее веду от лица не риэлтора, потому что я не являюсь риэлтором. Любая риэлторская деятельность, ребята, здесь, она лицензирована. Я не имею права никаких вести манипуляций с недвижимостью. Поэтому это просто, учитывая то, что я сам имею опыт там аренды, покупки дома, ипотеки в США, я просто делюсь тем, как бы, что, собственно говоря, у меня какая есть информация. И подчеркиваю, что только пока на тему то, что я из собственного опыта. То есть, если есть обзоры Model House, да, если есть обзоры участков, да, но никак не связанные вещи с продажей, с какими-то... То, что у меня нет опыта, да, то есть, это я все не рассказываю. Если я не строитель, то я и не рассказываю про стройку. Я тогда приглашаю строителя и, соответственно, рассказываю. Если я не риэлтор, то я просто приглашу риэлтора, и он расскажет о том, что... Но я считаю, что каналы риэлторов, они, да, они, безусловно, интересные, но они немного такие однобокие. Я посмотрел несколько каналов про недвижимость, почему решил делиться, потому что риэлтор будет вам показывать только то, что он видит сам и то, что... Ну, естественно, это как я вот с машинами, да, зачастую. То есть, вы видите, что у меня очень часто ролики выходят там про BMW, Mercedes и так далее. Потому что, ну, это мой бизнес, и, соответственно, я показываю, рассказываю. У риэлтора, как правило, есть такая специфика, что если он там продает дом или там в какой-то эре, вот он ее только и покажет. Я постараюсь показывать вам, как можно больше из разных эрей. В этом, как бы, фишка. Ну, понадобится, получу риэлторскую лицензию, и тоже буду показывать только один комплекс, и буду продавать его. Не хочу даже на эту тему говорить, что нет, такого не может быть, все может быть. Вот. Ну что, отправляемся в Mercedes-Benz Center по дороге Форт Майерс. Я вот вам записал такие объявления. Ну вот, чувствуется, что мы подъезжаем к Mercedes-Benz Center. Кому-то 580 везут. Внизу еще, по-моему, JLA. Если я не ошибаюсь, не езжу отсюда. Какое, какое авто. Сейчас кто-то получит свои автомобили долгожданные. Ну, там их много. Некоторые запакованные, даже не знаю, почему. Некоторые запакованные, некоторые запакованные. Да, конечно, я могу сказать со всей ответственности, что в Mercedes-Benz еще один зачет в копилку. Это очень хороший, очень плавный автопилот. Удержание полосы, торможение. То есть, очень, ну, как бы, очень качественно работает. Ничего я не могу сказать. Действительно, немцы лучше отстроили, чем японцы это сделали. Потому что, все равно, на Хонде, на Тойоте, то есть, это такой немножечко, ну, компромиссный вариант. Очень резко тормозит. И, как бы, этот, ну, хорошо, но лучший враг хорошего, да. То есть, здесь, конечно, могу сказать, что прям, тут я просто еду. Он, конечно, попросит меня положить. Полосу не теряет, сам подруливает. Тут мне все показывает. Ну, вот, сейчас просит руки на руль положить, говорит, положить на руль. Ну, что, мы с вами в автосалоне. Что, BMW вам пойду, наверное, потом поснимаю еще, да. Ford Meyers BMW и Mercedes. Эх, много тут чего интересного, конечно. Красивый X6 стоит. Так, ну, давайте вот через BMW проеду, покажу вам. Сначала, потом, а то, скажем так, заспойлерю. О, это новый X4, да, X4, да, М40. Ну, здесь все, в принципе, это пятерочка стоит. Семерка стоит, XM, а Red Label стоит. Ну, я его показывал уже обзор. Сейчас посмотрю, что тут еще хорошего. Ну, в общем-то, не густо, не густо. Реально, не знаю, что происходит с BMW, но не густо. Это вот все, бывушка стоит. Без ценников, кстати. X7 этот, ну, возможно, он и пробан уже, сороковка. Ну, ладно, поехали в Mercedes-Benz. Мне кажется, там получше дела. Надеюсь, что там получше дела. Вообще, дилеры немножечко сейчас хитрят. Там вот ведь большая площадка вот с той стороны. И там у них могут быть как бы побольше вариантов, как правило. Вот это вот все, то, что вы видите, вот это показывает, это все бушко. Это можем вообще покупать без налогов на экспорт. Ну, и здесь, кому надо будет, обращайтесь. Будем здесь помогать и кредиты получать, и покупки делать хорошие. Проверять все это дело. Сервис, 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 наверное, с той стороны, да, там. Ну, там, в принципе, более-менее. И, кстати, смотрите, кто-то бокс-траками занимается, перевозками на бокс-траках. Ух ты, какой S-класс красивый стоит. Сейчас поснимаю вам его. Вон, смотрите, сколько стоит карго-вэнов. Обращайтесь, если что, у меня тут есть менеджер хороший, добрый. Короче говоря, приехал я в Форт Майер, в сервис-центр Mercedes-Benz. Привез Велихину машину. И сейчас будем решать по ключам. Итак, ребята, как обещал. Значит, погнали с вами. Что у нас вот есть по машинам. Значит, смотрите, вот такой вот. Это у нас с вами EQE 4MATIC Alping Grey цвет. Ух, новый, естественно. Смотрите, это у нас 126 тысяч. Это AMG. Давайте посмотрим. Большая панель. Такие вот комбинированные сидения. Боковины из кожи здесь внутри. Еще какая-то такая эко-кожа и вставка Алькантары. Кстати, на EQE, конечно, впервые я вижу большой экран. Спортивный руль, черный потолок, ткань, панорама. Здесь у нас карбон. Барместер стоит. Здесь вот такие вот вставки. Ну, в принципе, все как у заряженного EQS. Очень интересная панель, смотрите. То есть прошитый. Здесь я не могу сказать, что за материал даже такой. Ну, явно, мне кажется, эко-кожа какая-то. Так. Доводчиков нету. А двери легкие. Диски у леда вот эти очень красивые. Не надо же ничего менять. EQE. AMG. Так, что мы сзади с вами? Ну, сзади у нас климат-контроль стоит. Тоже шильдики Барместер. Кстати, красные ремни. Тоже комбинированные сиденья. Очень модно машина, конечно, смотрится. Как некоторые говорится, молодежно, молодежно. Мы все хотим, мы все молодимся. Ну, естественно, полный привод. По решетке уже видно, что это AMG style. Так, дальше. Вот это вот у нас с вами купе GLE 53. Кстати, напоминаю, ребят, что 53, значит, для тех, кто у нас рассматривает для себя автомобиль, покупку в другую страну. И там, где у нас метрической системы. Значит, без всяких проблем. Мерседес, во-первых, имеет по умолчанию русский язык. Просто он есть. Здесь, смотрите. А, подожди, я вам там цену-то показал. Я что-то... А то сейчас пропустил цену. 126 тысяч. Ну, плюс налоги, соответственно, плюс 12 тысяч примерно сюда прибавляйте. И вот вам будет... Здесь вот так вот я вам поставлю. Поставьте на паузу, кому нужно будет посмотреть. Надеюсь, видно дополнительные. Вот дополнительные пэкэджи. Ну, тут прилично. На 4 тысячи только AMG Sound и так далее. Это у нас здесь в Алабаме собирают. USA. Engine и трансмиссия. Какой-то engine, батарейка. Батарейка, короче говоря, немецкая. Наверное. Так. Значит, здесь у нас с вами цена 98 тысяч. И напоминаю, что здесь у нас стоит трехлитровый двигатель. У него есть... Вообще, у Mercedes-Benz отличные показатели для экспорта. Потому что у него трехлитровый двигатель. В принципе, несмотря на то, что много лошадиных сил, но 3 литра таможня все равно лояльна. Не 4 и не 4, и 4, да. То есть все равно это будет подешевле. Плюс удобство. Главное, что по умолчанию русский язык и метрика... Ну, метрика везде выставляется, а вот русский язык не надо. Тут ничего прокачивать, закачивать. А просто автоматом стоит русский язык. Я показывал на примере своей машины. Не знаю, в чем проблема случилась, но почему-то ни у кого нет доводчиков. То есть за эти деньги машины не оборудованы доводчиками. И еще один момент хочу сказать, что это вообще по сути не является проблемой. Не надо отказаться от машины, если вам понравилось. При этом нет доводчика, потому что никакой проблемы нет. Можно легко доставить себе замки. То есть по сути это вот здесь вот меняется замок, который доводится. И здесь у нас черный салон, комбинированный. Вставки салькантары. Здесь задний климат-контроль. Панорама есть. Барместер есть. Ну, машина явно для двоих и там детям. Знаете, хватает. Не обязательно прям тут задний климат-контроль. Есть у нас здесь пневма. Ну, и руль вот этот вот спорт. Естественно, вентиляция, подогревы. Ну, все это есть. И, опс, нету. Обратите внимание проекционного дисплея. Ну, честно говоря, вот большинство функций-то пофигу. Диски красивые. Диски эти стоят дорого, ребята. Диски эти стоят около пятерки, что ли. Я что-то смотрел. Прям капец, как дорого. Вот это-то-то-то-то. Три-350 АМГ. Вот они. Три-350. Ну, плюс налоги здесь около четырех. Около четырех тысяч стоит. Так. Погнали с вами дальше. Ну, а здесь, мне кажется, для тех, кто прям совсем фанатеет по... По Mercedes-Benz электричкам. Значит, здесь у нас такая же история. Машина не хочет открываться. А может, она вообще закрыта просто. Ну, да. Она, видимо, закрыта. Ладно, не буду я сейчас брать ключи, потому что вы уже тысячу раз видели эту машину. Ну, это у нас ИКС, флагман, электричка, 580 и полный привод. Ох, красиво. А термалка, да, хорошо смотрится. И 137 тысяч цена. Поэтому обращайтесь, кто у меня в телеграм-канал подписан. Я там выкладываю. Небольшой пробег и можно купить уже, во-первых, без налога, во-вторых, немножко дешевле. Это 23-й год. И посмотрите, какой... Здесь у нас не просто ходователь, кстати, обратил внимание, что на немецких автомобилях стоит обыкновенный. А здесь, видите, стоит вот эта вот дополненная реальность, так называемая. То есть она намного больше. Видите, вот это вот корыто целое. И низко по-другому. То есть я не говорю, что на всех. Просто я обратил внимание, как мы сравнивали там немецкую модель. То есть так получилось. Так, ну, EQB, не знаю, наверное. Хотел показать вам он там, EQS, но он сейчас уже, видите, там уже менеджер прибалтывает клиенты. Поэтому так, EQB SUV со скидкой 9700. Цена у него 59700. Это электричка. Это так жене взять детей и возить в школу. Ну, или там в кружки. Электричка, конечно, такая, как вторая машина, то и может третья. Ну что, погнали дальше. О, это я сейчас. И это я сейчас отдельно вам засниму цвет. Так, быстренько давайте пройдемся. У нас есть вот такое вот SUV. Новый цвет. 2024 он. Ну, он 2024 на GL и на GLS. А так, смотрите, у нас 120 тысяч. Это 450. И тут куча-куча опций. Все дело в опциях, ребята, естественно. Это у нас EQS 450, 4-матик и это SUV. Потому что здесь же они просто седаны. Так. АМГ, GL и 53-й. Физический, кстати, огонь. Весь серебро и просто серебряная пуля. На черном салоне. Сзади здесь стоит климат-контроль. Так, ну-ка. Доводчики. Проекционный дисплей. Это полный фарш. Карбон. Здесь, в общем, здесь есть все. Вот так скажем. Понятно, барместер. Понятно, здесь стоит пневма. И здесь у нас подогрев охлаждения подстаканников. Пороги. Короче, заряженный-заряженный. Ну вот, вот давайте посмотрим. И при этом 3 литра. При этом 3 литра. Слушайте, ну как красиво смотрится серебро, конечно. Когда полностью и диски такие, и все. Очень классно. Очень классно. Ну и здесь у нас цена. Давайте посмотрим на цену. Не видно, там отсвечивает. 105. 105-600. С налогами 115 будет, ребят, примерно. Вот вам опции. Поставьте на паузу. Посмотрите опции. Ценники есть. Описание можно перевести. Кто? Magic Vision Control. Кто этот? Блин, какая кожа здесь? Ё-моё. Очень-очень впечатляет. Ну вот вам полный фарш. Цена 115. Да нормально, в принципе. Ну кому? Кому нужны все опции. Ну что? С 580. Фоматик. И посмотрите. То есть, Mercedes пошел тем же путем, которым идет BMW. То есть, у BMW есть Brooklyn Gray, SkySkipper Gray, Drivit Gray. Есть еще Frozen Gray. Соответственно, у нас вот это вот что-то вроде Drivit Gray. Это темнее. Очень красивый цвет. Очень красивый цвет. Такой же салон. Обратите внимание. Блин, там закрыты шторки. Есть 3D дополненная реальность. Ох и красиво смотрится. Знаете, чем хорош такой цвет и почему он так красиво смотрится? Потому что черный, ну как-то совсем, ну прям совсем примелькался, да. Белый, ну распространенный, но очень маркий цвет, да. Ну мне нравится, например, белый цвет. Как и черный, да, основный. А серебро, ну надо подбирать тоже под машину. Это вот красиво смотрится, например, на мой взгляд. Ну у всех свои предпочтения. Но это новый цвет и сразу видно, что машина абсолютно как бы такой уже немножко индивидуалый, я бы сказал. Давайте посмотрим, как называется этот цвет. Запомним его, потому что Alpine Grey. Это светлый цвет, а это у нас... Так, 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 так. Сейчас посмотрим. Это Signature Graphite Grey. Причем, видите, вот он. 190 пункт. Вот здесь вот. Эксклюзивная Napa. Ну и цена эксклюзива, конечно, тоже такая нормальная. 155 тысяч. 155 тысяч, 580. Сзади у нас телевизоры стоят. Все по фэншую. Максимальная, максимальная. Это новая машина. Ну то есть с налогами такая машина выйдет. Плюс сюда еще пятнашечку вешаете. Вот, соответственно, будет это уже 170 тысяч долларов. Если здесь, в США, покупать новую. Так, это у нас электрикобразец стоит для тест-драйвов. Это у нас EQ и AMG, ребята. Ну вот, если в случае AMG бензина, да, обыкновенного двигателя, вы понимаете, за что вы платите? То здесь, как бы, ну да, фарш, ну, обвес. Но, по сути, батарея... Ну, та же, ну да, там... Может быть, она побыстрее будет ехать, там, не знаю, что-то дополнили, сделали. Но так, конечно, вы платите за опции по дизайну, в большей части. Мне так кажется. Ну и посмотрите, цена какая. 117, 117 тысяч. То есть плюс сюда добавляем налог. Десятка, 127. Плюс там доставка, плюс комиссии и так далее. Ну то есть уже нормально уходит. Но красиво, согласен. Красиво жить не запретишь, да? Так, что-то я еще хотел вам показать. А, сейчас вам туда дойду, там покажу еще. Ребята, я сейчас вот это вот вложу прямо в телеграм-канал мой уже. Кто подписан на мой телеграм-канал, они все вперед узнают про цены и какие машины есть. Кстати, я что-то забыл вам показать. Смотрите, на руле даже накладка такая же. Вот он весь в цвет. Все гармонично. Так, ну и что еще здесь вам показать такого интересного? Значит, смотрите, есть вот такой вот GLE. Это вот я то, что говорил в бокс-траке. Ребята, кто бизнесом здесь в Америке занимается бокс-траком, посмотрите, в наличии есть сколько, много вариантов. Я сейчас в конце дозапишу. Ну, значит, а вот это у нас с вами Alping Grey цвет. Чуть-чуть он посветлее. Здесь, не вижу сейчас, это FOMATIC. А, GEOE 350. При этом, смотрите, он у нас в AMG обвесе. Он у нас NIGHT пакет. У него есть проекция на лобовое стекло. Так, что там у нас еще? Есть подогрев, охлаждение подстаканников. Бармистр, естественно. Очень красивый вот этот вот у него дизайн. Дерево с полосками. Я, единственное, не вижу сейчас ценника. Не вижу, к сожалению. Ну, пишите, кому надо будет. Посмотрим. Запросим у них цену. Ну, только тапки сменить. Мне кажется, диски эти не особо. А так, в принципе, очень-очень. Так. GLS 450 FOMATIC. Серебро. Пневмочерный салон. Но, ребят, у него нету проекционного дисплея. Кому-то надо, кому-то нет. 95. 95 тысяч. Так, GLI FOMATIC 450 AMG style. Вот здесь нормальные тапки стоят. Красивушные. Но, черный салон. Но опять нету проекции на лобовой стекло. Кому? Еще, говорит. Тут кому что как. 81 тысяча долларов. Сейчас как-то немножко подорожал. Так, EQS. EQS на белом салоне. Очень красивый. Электричка, естественно. Мерседес. 127 тысяч. 580. Нету проекции тоже. Так. Вот еще какой красавчик стоит. Alpine Grey. Ну, ребят, тоже нет проекционного дисплея. Это 53-й явно. Но опять он почему-то... Часть части опций у него не наблюдается. Вот если BMW X5, у них, ну, у всех проекционный дисплей. Просто у всех. Но здесь почему? Почему Mercedes не ставит? Или так редко ставит? Не понимаю я. Что-то проблема какая-то, видимо, с комплектующими, по всей видимости. Вот тоже стоит GLS. Ну, берешь за такие деньги машину. Ну, блин, ну, удобно проекция. Реально удобно. Несмертельно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но реально удобно. Давайте вот такой 450. Но мальчик. Посмотрим. Так, это у нас что там? У нас здесь капитанские кресла. Нет цены, к сожалению. Так. А вот интересный вариант. Это у нас GLI 450. Alpine Grey. Farcoop. Все как что. Вот эти диски поинтереснее смотрятся, чем те. Мне так кажется. И здесь у нас есть все. Смотрите. 92 тысячи. То есть в сотню примерно машина станет здесь, в США, с покупкой. Камера 360, естественно. Проекционный дисплей. Коричневый салон. У него вот это, видите, Alpine Grey. А это у нас Bahia Brown. Красивая машина. И новый синий цвет. Вот этот вот. По-моему, он называется, если не ошибаюсь, Tanzania Blue, что ли? На белом салоне. Ух ты. Нет, это А. Нет, это Twilling Blue и Macchiato Beige. 80 тысяч. Но нету проекции. Это у нас 450 и это гибридная версия. Очень хорошо едет. Я брал тест-драйв, записывал ролик. Здесь посмотрите. Спринтеры стоят. Спринтеры 2500. 2500 полный привод у всех. Цельнометаллический. 3500 XD. Полный привод. Ребята, кто бокс-траки? Вот вам, пожалуйста. Наценок нет, ничего нет. Чистая цена. А, 52 тысячи, видите? Ну, вот этот вот, давайте посмотрим. 65 тысяч. Ребята, кто здесь в США, вы можете просто зайти на сайт и посмотреть. Ford Meyers, напоминаю, это Mercedes-Benz. Ну и дальше там уже по ситуации разберись. Понадобится помощь, там с менеджером пообщаться. Что-то еще без проблем. 61700. Все, ребята, пока-пока. Спасибо, что были на канале. Увидимся, естественно, с вами завтра. Каждый день выходят ролики. Так что стараюсь, чтобы вы знали все. Ну, BMW сейчас не пойдет записывать. Нет смысла, потому что там нет у них толком машин. Ну, я думаю, что там есть. 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 Продолжение следует...